Директор Фан, может, надо было остаться на ночь? Тот старик в больнице. Я беспокоюсь за него. Проведаем его завтра и сразу вернёмся. Мы же можем вернуться и приехать завтра. Или я сама могу уехать и вернуться завтра? Уже поздно. Как ты доберёшься? Дай свой паспорт. Да. Я потерял кошелёк. Все деньги, паспорт и кредитки. Всё было в нём. Где ты его доставала? Думаю, в больнице. Когда оплачивала счета. Потом я не видела его. Позвони в больницу. Завтра поищем. У меня нет другого выбора. Что за невезение? Тогда снимем один номер. Один номер? Один на двоих? А это нормально снимать один номер? Разве это не я должен беспокоиться? Иди первый в душ. Душ? Зачем? Всё, Жень. Что ты себе придумала? Я же сказал, я не слепой. Я в супермаркет. До того, как вернусь, вымойся. А зачем супермаркет? Купить всё нужное. Что такого нужного в супермаркете? Психопат. Привет, Сиди. Всё, Жень. Ты крута. Ты прислала мне рыцаря. Почему прислала Губу вместо себя? Я никак не могу отпроситься. А что, Губа помог? Типа того. Но мне удалось сбежать. Как у тебя дела? Где ты? В отеле. Извини. Я в отеле. Я потеряла кошелёк. И не смогла зарегистрироваться. И нам пришлось снять общий номер с Венжи Ю. Хотя это хороший номер. Погоди, погоди. Скажи ещё раз. А то я не поняла. Не поняла? Не поняла, что я потеряла паспорт? Нет-нет. Это я поняла. Я... Прости. Мне надо было тебе звонить в такой момент. Поговорим позже. Пока-пока. Подожди. Да? Где Венжи Ю? Он пошёл в супермаркет. Сказал принять душ. Раньше я думала, что у тебя забавный босс. Но теперь я восхищаюсь. Зачем он не пошёл в супермаркет? В отеле всё есть. Какая же ты дурочка. Он очень ответственный мужчина. О чём это ты? Презервативы. Он пошёл за презервативами. Не пугай меня. Не стесняйся. У него ужасный характер. Но он молод и богат. Если он хочет тебя, то прими его и наслаждайся. Что ты несёшь? Вешай трубку. Пока. Буду ждать новостей. Заткнись. Пока. Брось его трубку. Чёрт. Это правда? Брось его трубку. Да. Пока. Пока.